Правительство России обсудило проект государственной программы развития физической культуры и спорта, разработанной Минспорта с участием региональных ведомств. Заседание транслировалось по телеканалу «Россия-24». Представляя программу, Виталий Мутко отметил, поставлена задача в ближайшие 7 лет практически удвоить количество граждан, регулярно занимающихся спортом. Необходимо также уделить особое внимание созданию условий для занятий спортом инвалидов. В обсуждении программы приняли участие члены правительства России, руководители регионов. Глава Чуваши Михаил Игнатьев в частности отметил, что ее реализация даст дополнительные импульсы развитию спорта в регионах. Поддержка спортивного движения является одним из основных приоритетов в нашей работе. В республике создаются благоприятные условия для того, чтобы спорт и физическая культура стали неотъемлемой частью жизни каждого человека, селью формирования сильной, конкурентоспособной личности. За время действий в федеральной целевой программе реконструировано 50 спортивных объектов. Во всех сельских районах введены в эксплуатацию современные физкультурно-оздоровительные комплексы, что позволило сделать доступными занятия спортом для людей всех возрастов. Сегодня наблюдается настоящий спортивный бум как среди молодежи, так и среди пожилых. Для многих пенсионеров посвящение тренажерных залов и бассейнов стало одной из основных форм проведения досуга. Уже образовались неформальные клубы по различным видам спорта. За последние пять лет количество пожилых людей, ведущих спортивный образ жизни, увеличилось в более чем три раза. А всего по республике регулярно занимаются физкультурой и спортом более 30% жителей. Хочешь быть здоровым? Подружись со спортом, говорят у нас чуваши. Массовая физическая культура и спорт являются одним из наиболее эффективных и доступных инструментов укрепления здоровья нации. Это доказала действующая программа, которая положительно воспринималась спортивным обществом, да и соответственно населением. За время ее реализации в нашей республике более чем полтора раза снизилось количество дней временной нетрудоспособности. На 16% снизилась смертность от сердечно-сосудистых заболеваний. На 60% снизился уровень подростковой преступности. Если в детстве и юности человеку привить любовь к спорту и здоровому образу жизни, то в будущем ему легче раскрыть свой потенциал, добиться успеха, самореализоваться. Систематические занятия спортом развивают лучшие человеческие моральные качества. Дисциплинированность, волю к победе, мужество, целеустремленность. В этой связи представляется особенно важная государственная поддержка детско-юношеских спортивных школ. В нашей республике мы передали на баланс ДЮС США все 24, а это 100% построенных физкультурно-спортивных комплексов во всех муниципальных районах. Это позволило укрепить материально-техническую базу спортшкол, снизить управленческие расходы, увеличить количество тренерских ставок. Самое главное, обеспечен доступ детей бесплатным занятием спортом в комфортных условиях. Но в то же время мы понимаем, что предстоит сделать еще многое. Необходимо продолжить строительство и реконструкцию объекта спортивной инфраструктуры, повысить доступность занятий физической культурой и спортом для всех категорий граждан. В этой связи большие надежды возлагаются на обсуждаемую государственную программу развития спорта. На наш взгляд, это цельный, хорошо сбалансированный документ, который дает дополнительные стимулы поддержки физкультуры и спорта в регионах. В том числе, развитию оригинальных центров олимпийской подготовки по базовым видам спорта. В нашей республике определены 10 таких видов спорта, развитие которых получает значительную государственную поддержку. Создание достойных условий для тренировок позволит значительно повысить качество подготовки спортсменов для сборных команд страны. Все эти моменты отражены в обсуждаемой государственной программе, основные индикаторы которой мы считаем реалистичны и вполне достижимы. Мы поддерживаем данную программу и готовы активно участвовать в ее реализации. Сегодня же в Москве глава Чувашия Михаил Игнатьев обсудил с председателем правительства России Дмитрием Медведевым итоги 2012 года, текущие вопросы социально-экономического развития республики, а также перспективы реализации на территории Чувашия ряда значимых проектов. В частности, Дмитрий Медведев дал поручение федеральным отраслевым министрам рассмотреть возможность выделения средств на софинансирование реконструкции здания Центральной городской больницы в Чебоксарах, а также на софинансирование строительства и реконструкции объектов водоснабжения и водоотведения Чувашской республики за счет средств федеральной целевой программы «Чистая вода». КОНЕЦ 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 КОНЕЦ